В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город новости по Выборгски». В студии Татьяна Анкудович. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Сад скульптур или батарейная гора. Выборжцы выбирают общественные территории для благоустройства. Газификация, ремонт дорог, строительство спортивных объектов. В муниципальных образованиях Выборгского района подводят итоги года. Цена беспечности, жизнь. Инспекторы ГИМС предостерегают экстремалов от выезда на лед на автотранспорте. Какой уголок Выборга больше других нуждается в обновлении, решают жители. 15 февраля завершается открытое рейтинговое голосование за благоустройство общественных территорий. Проекты, победившие по числу голосов, будут включены в федеральную программу формирования комфортной городской среды и реализованы в 2022 году. Голосование проходит в интернете на единой цифровой площадке среда47.ру. Принять в нем участие может любой желающий старше 14 лет. В Выборге для благоустройства предложено 5 объектов – сад скульптур, батарейная гора, участок между школой номер 6 и девятиэтажками на улице Батарейной, зона, ограниченная улицей Выборгской, Новой Заставы и домами 10 и 13 на улице Сторожевой башни, а также территория по адресу улица Кировская, 22. Напомним, Выборжцы, не имеющие доступа в интернет, могут проголосовать в отделе периодики библиотеки Альвара Алта в любой день, кроме воскресенья, до 19 часов. При себе нужно иметь мобильный телефон. Это понадобится для регистрации на сайте. И, конечно, защитную маску. Итоги 2020 года и планы на 2021. Результаты социально-экономического развития и дальнейшие перспективы в эти дни обсуждают все муниципальные образования района. На отчетном собрании в Полянском сельском поселении побывала наша съемочная группа. Встречу, посвященную подведению итогов развития Полянского сельского поселения за 2020 год, открыл глава муниципального образования Василий Козлов. Начать мероприятие он предложил с минуты молчания. В память о земляках, ушедших из жизни в прошлом году. Среди них ветеран Великой Отечественной войны, жительница поселка Песочная Раиса Николаевна Гусар, отметившая в 2020-м свой вековой юбилей. Прошу почтить память минутой молчания. По словам Василия Козлова, по результатам прошлого года Полянское сельское поселение демонстрирует хорошие показатели в сфере демографии. Численность населения составляет 15 830 человек. Родилось детей на 1 ноября, данных за декабрь у нас нет, 86. Умерло 70. Значит, по демографии мы выглядим в положительном хорошем плюсе. Уровень безработицы составляет 1,6%. Приоритетными направлениями развития Полянского сельского поселения в прошлом году стали дорожное и коммунальное хозяйство, а также благоустройство территорий. Как сообщил глава местной администрации Алексей Костюченко, в муниципальном образовании действует программа развития малого и среднего предпринимательства. На нашей территории осуществляют свою деятельность 96 индивидуальных предпринимателей, 65 обществ с ограниченной ответственностью и 2 предприятия среднего предпринимательства. Предприятия розничной торговли – 78, предприятия общественного питания – 19, предприятия бытового обслуживания – 11. Они обеспечивают рабочими местами 635 человек. Среди наиболее заметных событий минувшего года – строительство и сдача в эксплуатацию распределительного газопровода в поселке Поляны. В планах – газификация поселков Сосновый Бор, Клеверное, Зеленый Холм и Заполье. В поселках Песочное, Зеленый Холм и Тарасово проведен ремонт кабельной линии и низковольтных электросетей. Кроме того, в муниципальном образовании довольно насыщенная и культурная жизнь. В 2020 году проведено 241 мероприятие. Из них 83 культурно-досуговых, 104 информационно-просветительских на базе библиотек, 29 спортивных и волонтерской направленности и 25 мероприятий – это наши дискотеки. В 2020 году Леноблводоканал начал проведение реконструкции сетей водоснабжения в поселке Песочное. За счет средств выбор к теплоэнерго произведена установка модульной котельной в поселке Зеленый Холм. Отремонтирована автомобильная дорога Лебяжье-Белокаменка и ряд внутрипоселковых дорог. Повышенное внимание в минувшем году уделялось и сфере здравоохранения. Представитель Рощинской межрайонной больницы рассказал о современных технологиях, внедряемых в местных медицинских учреждениях. Медики полянского поселения – это и врачебном амбулатории Семиозерия, и ФАП Поляны, ФАП Кольковская, ФАП Песочная, ФАП Приветинская – все отработали прекрасно. То есть сейчас мы завязали всю эту сеть в единую цифровую систему на каждом ФАПе. Ну кроме ФАП «Приветинская-1» ударчики нет, компьютеры с интернетом, здесь тоже плохо интернет, а так в единой системе. И сейчас можно через фельдшера записаться на прием, через фельдшера получить любую информацию. Разработан проект строительства спортивной площадки с хоккейной коробкой в поселке Семиозерье. В рамках программы «Безопасный город» в полянах установлены видеокамеры. Кроме того, в целях реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда приобретены жилые помещения для лиц, проживающих в аварийных домах. В 2021 году эта работа будет продолжена. Татьяна Анкудович, Валерий Пресижнюк, Медиагруппа «Наш город». Восстановить дорогу от поселка Соколинское до поселка Свердлова попросили местные жители во время прямой телефонной линии с губернатором Александром Дрозденко. По словам обратившихся, дорога была разрушена из-за прокладки газопровода. Вопрос изучили в областном комитете по дорожному хозяйству и ответили следующее. 11 января специальная комиссия обследовала подъезд к поселку Свердлова и установила, что работы по прокладке газопровода здесь не проводятся и указанная автодорога находится в нормативном состоянии. Конец цитаты. Кроме того, в комитете сообщили, что в период с ноября по декабрь 2020 года на автодороге подъезд к поселку Свердлова подрядчикам были выполнены работы по профилированию дорожного покрытия и ликвидации выбоин. Мужчина погиб в результате пожара под Выборгом. Сообщение о возгорании в садоводстве «Дружба» поступило на пульт дежурного 11 февраля в 5.47 утра. К моменту прибытия пожарных горел дом. Огонь успел перекинуться и на соседнее строение. По данным Выборгского отдела надзорной деятельности и профилактической работы, пожар был ликвидирован в 6.20. При разборе завалов спасатели обнаружили обгоревшее тело. Причины трагедии устанавливают дознаватели госпожнадзора и следователи. Совместные усилия администрации, совета депутатов и активных жителей помогают рощинскому городскому поселению двигаться вперед и достигать поставленных целей. Об этом говорили на отчетном собрании, посвященном подведению итогов развития муниципального образования в 2020 году. Мероприятие проходило в ограниченном составе. Этого требуют санитарные нормы. Подробности у нашего корреспондента Галины Давыдовой. Несмотря на сложившиеся в 2020 году условия, руководству рощинского поселения удалось реализовать важные и нужные для жителей проекты. Корректировки, которые внесла пандемия коронавируса, не помешали успешно решить поставленные задачи. Положительные результаты отмечены во многих сферах жизнедеятельности поселения. Об этом свидетельствуют основные социально-экономические показатели. Как пример, наше поселение, начиная с 2017 года, участвует в реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды. И 2020 год не исключение. Обязательным условием для участия в этом проекте – учет мнения жителей. В 2020 году в программе, по этой податной программе, была благоустроена территория придомовая в поселке Победа по улице Советская, 23-25. Кроме того, были отремонтированы детские и спортивные площадки. В поселке Победа возле детского сада благоустроили сквер. В Канельярве установили фонари уличного освещения. Ухоженный и красивый вид приобрели улицы поселения. Это результат работ по восстановлению газонов и оформлению цветников в весенне-летний период. Главный инструмент, который позволяет реализовывать планы – это бюджет муниципального образования. Помимо сферы благоустройства, большая часть расходов идет также на развитие дорожного хозяйства, обеспечение безопасности населения и ЖКХ. Несмотря на то, что в прошлом году он был дефицитным, его доходная часть составила почти 216 миллионов вместо ожидаемых 225, руководство поселения постаралось сделать все для того, чтобы жизнь в поселках была максимально комфортной. К примеру, в поселке Пушное сделан капремонт участка теплоснабжения. Получены технические условия на проектирование и строительство распределительного газопровода. Наш поселок довольно уже не то, что старый, но ему много лет. И, конечно, снабжение и трубы пришли в некодность в большинстве своем, поэтому проведена очень большая работа по замене труб. Второе, конечно, это благоустройство. Наши жители теперь могут ходить по очень красивым дорожкам, потому что мы вошли в программу по благоустройству. Очень много уделяется и школе. Сейчас там проводится тоже замена труб и, конечно же, дорожки садовые всевозможные. Поэтому я считаю, что поселок становится от года к году только красивее и лучше для жителей. 2020 год – 75-летие Великой Победы, год памяти и славы. Сохранить имена погибших земляков и оказать максимальную поддержку ветеранам, руководство рощинского поселения считает одной из важных задач. Все братские захоронения, посвященные Великой Отечественной войне, были приведены в надлежащее состояние. Проведен мониторинг состояния жилья наших ветеранов. Руководители и сотрудники администрации награждали на дому ветеранов Великой Отечественной войны юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». А также вручали памятные подарки. 117 ветеранам были вручены подарки от губернатора Ленинградской области. С самого начала пандемии администрация включилась в работу по минимизации рисков заражения населения коронавирусной инфекцией. Заниматься этим руководству поселения помогал Совет молодежи, не забывая при этом и о других не менее важных задачах. Волонтеры собирали и доставляли продукты, продуктовые наборы и необходимые лекарства. В 2020 году активистами Совета молодежи было проведено несколько акций по сбору мусора и посадке деревьев. В августе был организован губернаторский молодежный трудовой отряд из 15 человек. Непростым оказался прошедший год и для сферы культуры и спорта. Ограничительные меры, связанные с распространением COVID-19, привели к отмене многих мероприятий. Но даже в период самоизоляции спортсмены не прекращали тренировки, продолжая заниматься дома. Многие культурные события перенесли в онлайн. И все же часть из них удалось провести с обязательным соблюдением всех мер безопасности. Я остановлюсь на некоторых. 76-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На стадионе Рощина-Арена впервые был проведен легкоатлетический забег. Активными участниками забега стали члены наших общественных организаций. Победителем забега стала блокадница, перевозникова Лидия Серафимовна. Ей в прошлом году исполнилось 90 лет. Летом прошлого года дали старт началу строительства ледовой арены, которая активно ведется в настоящее время. В июле состоялось знаковое для стадиона Рощина-Арена событие. Спортивный объект прошел лицензирование в Российском футбольном союзе для проведения матчей профессиональной футбольной лиги. Что же касается планов на будущее, то на текущий год запланирована подготовка к переписи населения, продолжение работ по благоустройству территории муниципального образования, намечены мероприятия по вопросам газификации и многое другое. Галина Давыдова, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Возможности развивать свой бизнес расширяются для предпринимателей Ленинградской области. Не секрет, что в современном мире цифровизация – важный вектор в развитии практически любого дела. На сайте, адрес которого вы видите на экране, можно бесплатно обучиться новым компетенциям и получить квалифицированную электронную подпись. Это стало возможным благодаря национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» и федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики». Обучение актуально и для руководителя, и для сотрудника малого или среднего предприятия. Чтобы приступить к занятиям, необходимо подать заявку на сайте, выбрав подходящую для вас программу. Всего представлено семь направлений. Судьбу скульптуры работы Эмиля Халанина «Крестьянка» обсудили выборские активисты с представителями местной власти. Несколько лет статуя лежит во дворе дома по адресу улицы Вокзальная 7. Установить ее пока не представляется возможным. Наш корреспондент расскажет подробнее. Жители дома на Вокзальной 7, известного также как Дом Лалуки, мечтают восстановить исторический облик здания. В планах вернуть на место скульптуры, украшавшие ограду и парадный вход. Одна из них уже несколько лет лежит во дворе дома. Именно этот факт и стал поводом для встречи активистов с представителями власти. На ней присутствовал глава администрации Выборгского района Ильдар Гелязов, его помощник, директор Выборгского замка, представитель областного комитета по сохранению культурного наследия, краеведы и, конечно, жители. По ныне действующему законодательству, мы как собственники этого дома, мы несем ответственность за содержание общего имущества. Поэтому это наши расходы и порядка 5-6 миллионов она обойдется, эта работа. Но тут есть нюанс в связи с концепцией восстановления исторической части города Выборга. Наш дом там в этой концепции фигурирует. Поэтому, может быть, совместными усилиями с администрацией, с общественными организациями можно восстановить этот исторический элемент нашего города. Дом Лалуки – это объект культурного наследия регионального значения. Статус ворот определен как предмет охраны. И по документам к памятнику они не относятся. Отсюда и сложности с выделением финансов. Однако глава администрации не остался равнодушным к сложившейся ситуации. Когда берем все наработки и, по крайней мере, размер бедствия нужно считать. Сколько столбы, сколько металл, сколько скульптуры. Хотя бы понять вообще в словом «купе что?» Что это вообще стоит. А потом уже тогда будем понимать, какую схему. Потому что на самом деле она сложная, это ваша собственность. Мы с бюджетом на самом деле тоже не можем это сделать. Будем думать, будем смотреть. Жители дома уже писали обращение к губернатору и искренне верят, что восстановить первоначальный облик памятника архитектуры все-таки удастся. Анастасия Покатилова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Госинспекция по маломерным судам напоминает, выезд на лед может быть опасен. Об этом говорит и последний трагический случай, произошедший на днях. На реке Вокси, провалившись в промойну, утонул водитель снегохода вместе со своим транспортным средством. Уже мы выявили несколько мест выезда автомобильной техники на лед. Причем автомобили легковые любых марок от самых легких до самых тяжелых. Это тоже очень опасно. Поэтому хотел бы предупредить всех любителей такой легкой рыбалки, что надо быть внимательным и осторожным. Это делать нельзя. Автомобиль и можно не успеть выскочить после этого даже. И не то, что там сам погибнешь, еще кого-нибудь там и утопишь еще. Потому что, как правило, не один, а несколько человек ездят на рыбалку. Кроме того, в некоторых районах сохраняется угроза отрыва льда. В Полянском сельском поселении такая опасность постоянно присутствует в районе поселка Приветнинское. Также рискуют быть унесенными на льдине рыбаки в Приморском городском поселении. В районе Приморска, конечно, да, в сторону Зеленогорска, там, возможно, отрывы льда. Да, любители, для любителей ловить корюшку, это, конечно, тоже чревато. Сегодня ветер такой, завтра ветер поменяется, льдина уйдет и уйдет вместе и с этими снегоходами, и с людьми. И потом придется спасателям МЧС, придется работать довольно-таки плодотворно. И эту работу выполнить очень тяжело. По словам сотрудников МЧС, у каждого водоема есть свои особенности. Поверхность воды может замерзать неравномерно. Ненадежным является лед под снегом. Легко провалиться в местах впадения рек и в протоках между островами. Лед там, как правило, подмывает течение. Даже ходить пешком здесь чрезвычайно опасно, не говоря уже о движении на транспортных средствах. И хоть в целом зима для рыбаков выдалась благоприятной, об элементарных правилах безопасности забывать не стоит. Семья Вовы Сырбу из поселка Рощина обращается с просьбой о помощи. Напомним, мальчику поставили диагноз – острый лейкоз. В январе прошлого года он перенес пересадку костного мозга. Операция прошла успешно, были улучшения. Но внезапно случился рецидив болезни. Уровень лейкоцитов вновь поднялся и стабилизировать его не удается. Врачи предложили лечение в Израиле, на которое необходимо около миллиона рублей. Такими средствами семья Сырбу не располагает. Им нужна помощь в борьбе за жизнь ребенка. Сейчас мальчик находится в больнице под наблюдением врачей. Иногда веселенький, бывает все хорошо. Иногда просто уже очень надоело лечение само. Он уже сам мучается от того, что мы уже и так стараемся, чтобы хотя бы как-то подбодрить. Вот только вот да, Израиль, потому что остальное все нам отказало. Средства нужно собрать как можно скорее. Каждый из нас может подарить семье Вовы Сырбу надежду на выздоровление. На ваших экранах реквизиты для перевода денежной помощи. Русская Православная Церковь 11 февраля чтит память священномученика Игнатия Богоносца. Сегодня престольный праздник отмечали в храме, расположенном в южном микрорайоне Выборга на улице Приморской. Утром здесь состоялось праздничное богослужение. А епископу Выборгскому и Приозерскому Игнатию провозгласили многое лето. Тему продолжит Виктория Иванова. Молитвенно встречали престольный праздник в храме священномученика Игнатия Богоносца в Выборге. Божественную литургию возглавил благочинный Выборгского округа священник Геннадий Пономарев. Святой Игнатий Богоносец родился и жил в середине первого начале второго века в сирийском городе Антиохия. Согласно преданию, в детстве ему посчастливилось побывать в объятиях самого Господа. Учителем проповедника был апостол Иоанн Богослов. Освятитель Иоанн Златоуст называл Игнатия образцом добродетелей, явившим в лице своем все достоинства епископа. Позже святой принял мученическую смерть. На растерзание зверям в Колизее его отправил император Троян. По пути в Рим Игнатий написал семь посланий, которые сохранились до наших дней. Он пишет такие слова, которые, конечно же, актуальны, дорогие братья и сестры, для нас с вами сегодня. Храните веру и любовь на деле, показывайте себя христианам. Все прочее, относящиеся к добродетели, от них происходит. Надо чаще, дорогие братья и сестры, напоминать себе вот эти слова. На деле быть христианами. Именно на деле. Исполнять в своей жизни заповеди Христа. Прихожане имели возможность приложиться к иконе с частичкой мощей священномученика. 11 февраля является и днем теза именинства епископа Выборгского и Приозерского Игнатия. Сейчас владыка находится на острове Коневец. В Выборге ему провозглашали многое лето. Поздравления в адрес епископа Игнатия звучали и от прихожан. Многие из них несколько лет подряд приходят сюда в этот день. Это наш любимый храм. Мы специально готовились, конечно, причащались сегодня. Вчера были тоже на вечерней службе. От сердца скажем, что любим наш приход, наших батюшек. Радует сегодня праздник, что Бог нас охранял, у всех людей, наш город, наши семьи. С праздником восторжен. В честь праздника на улице у храма для всех желающих была организована полевая кухня. Угощали солдатской кашей, горячим чаем и пирогами. Виктория Иванова, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город». Выборг по традиции первым из российских городов встретит команду «Камазмастер». Триумфаторы ралли «Дакар-2021» возвращаются с гонки, проходившей в Африке. В этом году легендарная российская команда в грузовом зачете гонки заняла весь пьедестал почета. Жители и гости города смогут встретиться с экипажами «Камазмастер» 12 февраля. Организуют мероприятие общественная организация «Фаворит» совместно с администрацией Выборгского района и депутатским корпусом. В пятницу с 9 до 11 утра грузовики остановятся на рыночной площади. Там все желающие смогут увидеть боевые машины и сфотографироваться с представителями команды. Открытием новых и реконструкции имеющихся спортивных объектов в Ленинградской области поддерживают развитие физической культуры. На сегодняшний день в регионе в рамках проекта «Детский спорт» действует 285 школьных клубов, которые объединили свыше 40 тысяч ребят. Все они активно занимаются спортом, участвуя в соревнованиях различного уровня. В общеобразовательных учреждениях повсеместно улучшают условия для занятий физкультурой. Так, в Выборгском районе недавно обновлена спортплощадка в школе номер 13. Здесь появилось поле для мини-футбола с искусственным покрытием. Площадки для баскетбола и волейбола установлены тренажеры. Новую школьную спортплощадку построили и в Высоцке. Для занятий зимними видами спорта в Калининском микрорайоне Выборга появилась универсальная хоккейная коробка. Такие же в рамках губернаторской программы установлены в поселках Рощина, Каменка и Победа. В Приморске на этот год запланирован капитальный ремонт стадиона. Ледовую арену начали возводить в Рощина. В Выборге уже завершено строительство спорткомплекса с крытым катком. Сейчас объект готовят к сдаче. На этом наш выпуск завершен. Увидеть программу «Город. Новости по Выборгске» вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг.тв в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин